Любит или не любит. Когда появляются сомнения, значит есть причины. И сегодня мы их разберем. Но для начала приведу вам пример типичной истории любви. Он и она встречаются. Как бы они любят друг друга, но наступает момент, когда вдруг в звонке его становится реже и все больше стал ссылаться на занятость, а позже предлагает вдруг взять тайм-аут, дистанцию, что, мол, ему нужно время, чтобы понять, разобраться в собственной жизни. Женщина испытывает шок. Любовь подразумевает желание быть вместе, рядом, всегда наслаждаться друг другом. Какой смысл в разлуке? В чем ему нужно разбираться? Он уходит, но спустя время возвращается. И женщина торжествует. Он попробовал жить без меня и не смог. Он понял, он осознал, что никто не будет его любить так, как я. Никто не будет ему предан так, как я. Никто не способен его оценить так. А разлучница? Разлучница поймет наконец, что на чужом счастье своего не построишь. И снова романтические отношения увлекают ее в безумный мир любви. Но ненадолго. Спустя время она все же чувствует, что какой-то холод проходит от него. Какая-то тревога появляется, беспокойство, подозрения. Иногда, мимоходом, так и хочется заглянуть в его мобильный телефон. Зачем, думает она, все же и так нормально? Пытается она себя успокоить. Где он еще такую дуру найдет, которая все стерпит, все вынесет? Но спустя время ситуация повторяется. У него все-таки или есть другая, или ведет он себя как-то странно. Так сказал бы, что не любит и ушел. Зачем весь этот театр? Недумевает женщина. Но почему, почему так сложно быть вместе? Быть рядом, любить друг друга. Есть я, есть он. Потрясающий секс, общие интересы, друзья. Посмотреть со стороны, ведь мы просто созданы друг для друга, говорит женщина. Почему он этого не видит? Что происходит с ним? Что ему нужно понять? С этими вопросами обращаются женщины, стараясь понять причины, угасающие любви. И сейчас мы их рассмотрим. Первое, с чего я предлагаю начать, это кто ваш партнер? Есть категории людей, которые просто не способны на длительные отношения. Хотят сказать, что они не умеют любить? Нельзя. Любить они как раз-таки могут. И красив. Чаще всего это люди творческие, для которых любовь – это муза, вдохновение. Они черпают свое творчество из этого вдохновения. Они красиво любят. Они свою любовь выражают через такое головокружительное ухаживание, какие-то поступки неимоверные, щедрость и даже пожертвования. Но в одних и тех же отношениях оставаться долго они не могут. Им нужно движение, разнообразие, впечатление, событие. И это не хорошо, не плохо. Это просто есть. Они в психологическом смысле погибают, если в их жизни нету драматических изменений. Им и с вами трудно, и без вас нелегко. Отсюда они и мечутся. Это нужно понять и решить для себя, готовы ли вы оставаться в отношениях, в которых нету будущего, а точнее нет постоянства. Зато любовь красивая. Теперь мы поговорим о другой категории партнеров, которые, казалось бы, и являются, и могут быть потенциальными мужьями или потенциальными постоянными партнерами, но они все-таки отдаляются. Когда мужчина говорит, что он еще до конца не осознал, чего он хочет, и просит ему дать время и пространство, это значит, что его отношения к вам до конца не сформированы. То есть чувства его до конца не вызрели. Он, по большому счету, был и влюблен, но его влюбленность не переросла в любовь. Ему действительно нужно дать время на осознание своего желания оставаться с вами или уйти. В этом случае лучше всего создать некую дистанцию и оставить друг друга на время. Это сделать трудно, но нужно. Именно не только ему, но и вам, для того, чтобы охладить свои страсти. Ваши сильные эмоции мужчину не только настораживают, но и отталкивают. А на вопрос, почему влюбленность не переросла в любовь, можно предположить следующее. Ваши отношения были вами же и форсированы. Что это значит и как это понимать? Это значит, что вы в отношениях, так сказать, перестарались, переусердствовали. Условно говоря, ваших вложений в отношения было больше, чем у него, у вашего партнёра. Что я подразумеваю? Это значит, что ваши старания, терпения, ожидания, даже материальные затраты, всё это складывается в определённые становления ваших чувств. То есть кирпичик за кирпичиком вы складывали свои чувства и выносили к нему любовь, и влюбились в него. А что сделал он? Вы любили, он позволял себя любить. Отсюда нарушение баланса. А любовь, как известно, нарушений не терпит. Но есть и утешительная новость. Баланс можно восстановить. Есть возможность восстановить любовь. Есть определённые условия, при которых любовь становится крепче, переходит на следующую ступень, следующий этап, следующую стадию своего развития. Но об этом не сейчас. Сейчас мы должны вернуться в исследование причин, укасающей любви. И следующая причина – секс. на ранних этапах формирования отношений. Дело в том, что в большинстве своём женщины вступают в отношения, неосознанно подразумевая серьёзные намерения. Чего нельзя сказать о мужчинах? Мужчины чаще всего в поиске сексуальных партнёж для получения нового сексуального опыта. Поэтому они при встречах даже иногда и предупреждают. Я на серьёзные отношения не настроен. Мол, не влюбляйтесь в девушке, я не за этим пришёл. А девушки и женщины настаивают и провоцируют секс. В такие моменты женщина убеждена, что ты ведь не знаешь, как со мной хорошо. Нам, получив желаемое мужчина, охладевать. А женщина, наоборот, ещё больше втягивается в отношения. Мужчина может оставаться в отношениях исключительно ради секса. И не любовь его влечёт к ней, а сексуальные желания. А любовь и сексуальное влечение это не одно и то же. Не ожидайте от него постоянства и привязанности. Поверьте, для того, чтобы привязать мужчину, одного секса недостаточно. Предрассудки, скажете вы, пережиток прошлого. Экспериментируйте. Наблюдайте за событиями собственной жизни. Попробуйте по методу действия результат. Постарайтесь сделать выводы, прежде чем допустите следующую любовную драму собственной жизни. А напоследок, подведя итоги в поисках причин утраченной любви, обратим внимание на мотив партнёра. А точнее, с какой целью он вступил в отношение с вами. И здесь можно обнаружить целый ряд корыстных причин. Например, материальное, если женщина или девушка богата. Эмоциональное, для подтверждения собственной значимости. Сексуальное, то, о чём мы говорили. Или даже социальное, ради карьеры, или даже ради прописки в Москве. Чем был замотивирован партнёр, вступив в отношения с вами? Если мотив был потребительский, причина угасающей любви ясна. Он добился своего. Любовь прошла. На один вопрос, любит или не любит, всплывают десятки новых. А на вопрос, можно ли вернуть утраченную любовь, скажу вам с полной ответственностью? Можно. Но прежде чем вас обнадёжить, будет целесообразным продиагностировать ваши отношения. Это можно сделать только при помощи психолога, который специализируется в вопросах взаимоотношений и любви. Обращайтесь, буду рада вам помочь. Я провожу консультации по скайпу и по телефону. Становитесь подписчиками моего видеоканала на YouTube или высылайте мне на Facebook запрос добавить вас в друзья. Я с удовольствием приму ваше предложение. Буду рада ответить на ваш вопрос. Спасибо вам за проявленный интерес к моему видеоматериалу. Удачи вам, милые женщины! С вами была психолог Елена Антонович. Субтитры сделал DimaTorzok